Новости нашего города на телеканале Котлас 24. Здравствуйте! В студии Елена Нелайва. Смотрите выпуски. Авиасообщение между Котласом и Санкт-Петербургом возобновится с 10 января. На улицах городского округа Котлас стало ярче. В этом году 83 новых светильника было установлено в рамках программы «Дорожная карта». За сохранением городского имущества будут следить камеры видеонаблюдения. Вычислить вандалов станет проще. Авиасообщение между Котласом и Санкт-Петербургом возобновится с 10 января. Велеты уже появились на сайтах-агрегаторах. С вопросом возобновления воздушного сообщения между Котласом и Санкт-Петербургом, губернатору Архангельской области Александру Цибульскому во время прямой линии обратились наши коряжемские коллеги. Соседи не меньше Котлашан волнуют возможность прямых перелетов в северную столицу. Для юга региона актуальной остается тема авиасообщения. С аэропорта Котлас в Архангельск самолеты летают регулярно, а вот авиасообщение с Санкт-Петербургом приостановлено до весны. С чем это связано? Будет ли оно возобновлено? И появятся ли новые направления, например, на Москву? Зимой приостановлено авиасообщение, исходя из норм безопасности, которые компания «Руслайн», которая была оператором этого маршрута, к сожалению, не может принять. И полагает, что те типы судов, на которых они выполняли полеты, они, исходя из другого коэффициента сцепления с взлетно-посадочной полосой, зимой становятся небезопасными для полета. Понятно, что во многом, наверное, компания перестраховывается, но там, где речь касается безопасности большого количества людей, спорить с этим сложно. Поэтому мы этого делать не стали. Но просто для вас, для информации, расскажу, что мы работаем, конечно, над восстановлением полетов. В январе из Котласа в Санкт-Петербург полетит Вологодское предприятие, на самолетах Як-40, и до марта месяца точно будут летать. Дальше либо вернется «Руслайн» в летний период и будут летать на тех же судах, по-моему, они на «Бомбардии» летают, если я не ошибаюсь, которые были до этого. Ну, если они по каким-то причинам не захотят, если на самом деле речь идет не в безопасности, а в отсутствии интереса экономического, тогда продолжим переговоры и с Вологодским авиапредприятием, которые готовы этот маршрут взять на себя, или с кем-то из других авиакомпаний. По Москве этот вопрос в работе, скажу вам откровенно, у нас первое направление всегда было Питером, и это был запрос абсолютно от всех жителей, что самое важное направление Питер. Значит, по Москве мы поработаем с авиакомпаниями. Я считаю, что с Москвой тоже надо рейс ставить. Другое дело, что с Москвой чуть сложнее, он несубсидируемый. Поэтому здесь надо будет смотреть именно исходя из коммерческих показателей и коммерческой привлекательности для нашей компании. Сегодня билеты на 10 января из Санкт-Петербурга в Котласа обратно еще были в продаже. Стоимость перелета в одну сторону составляет около 5,5 тысяч рублей. В Котласе подвели итоги реализации программы «Дорожная карта» за 2022 год. Напомним, это план по модернизации сети городского освещения. Согласно ему, новые опоры и светильники должны появиться во всех микрорайонах города. Особое внимание уделяется проблемным участкам. На эти цели за три года запланировано выделение 15 миллионов рублей. На каких улицах уже стало светлее, расскажем далее. Программа по развитию уличного освещения в городском округе была утверждена год назад. Установить светильники на темных улицах требовали жители Котласа. Были и судебные решения. Темно, тут поле рядом, собаки всякие бегают. Так что свет очень нужен, очень. Освещение, конечно, нам нужно, потому что очень, и тут невозможно походить. С светом сейчас уже и бензин не стали сливать. Говорят, что утром придешь, бак пустой. Сейчас уже получше стало в этом плане. Эти кадры мы снимали в апреле в микрорайон Бачага. Там было установлено 10 опор и 32 светильника. Потрачено около 700 тысяч рублей. Также в этом году светлее стало в районе Слободки. Перелок Слободской. Проспект Мира. От улицы Ломоносова до Слободки. И от улицы Володарского до проспекта Мира. Малая Слободка. Работы у нас... Там объем очень большой, проект большой. Но часть работ запланированных на этот год у нас выполнена. Светлее стало в Слуде и на пути к ней. Часть дороги, которая относится к городскому округу, теперь освещают семь фонарей. В самой деревне уличные огни зажигаются не только за счет бюджетных средств, но и на деньги грантов, которые привлекают активные жители. Пять лет, значит, деревню освещали. 45 светильников установлено. В этом году установили последних... Ну, шесть светильников у нас установлено в парк отдыха. Деньги 500 тысяч мы выиграли на конкурсе грант фонд Тимченко. На следующий год мы планируем еще 400 метров деревни, восемь светильников, участвовать в федеральной программе. Это развитие сельских территорий. Там, значит, как раз освещение деревень, поселений. И вот мы хотим, значит, разработать проект и вот эти восемь светильников привлечь в федеральные областные деньги. Программа по модернизации освещения затронула и переулок Воровского, улицу Полевую и Грибоедова. Работы там еще не завершены до конца и будут продолжены. Мы идем частями, чтобы в разных частях города подвинуть немножко эту историю с очным освещением. На следующий год у нас заложено в бюджете 5 миллионов рублей. Они защищены, это как раз на реализацию, продолжали реализовывать дорожную карту по городу. Ну и, соответственно, поскольку по этому году у нас не получилось профинансировать 5 миллионов, как мы планировали, получилось меньше, то мы говорим о том, что дополнительные доходы, которые будут поступать в бюджет, мы также будем управлять на реализацию вот этой программы. В 2022 году по дорожной карте на освещение было выделено около 3 миллионов рублей. Были установлены 34 опоры, подключено 83 светильника. Дополнительно уже не в рамках этого проекта удалось подключить улицу Моховую на Доке. В этом районе выделены участки для строительства домов многодетным семьям. Там появилось 6 фонарей. Их работа спасать других. Сегодня сотрудники МЧС России отмечают свой профессиональный праздник. Каждый из них готов в любую минуту рискнуть собственной жизнью ради других. История ведомства ведет отсчет с 90-го года, когда был образован российский корпус спасателей. Все начиналось с одного спасательного отряда, ну а сегодня это широкая сеть подразделений. И что бы ни случилось, мы можем быть уверены, они рядом. Круглосуточно в России на дежурстве 75 тысяч спасателей. Каждый час сотрудники МЧС выручают из беды одного человека. Специалисты МЧС противостоят стихии, ликвидируют последствия техногенных аварий, вступают в борьбу с пожарами. Демонстрируют при этом хорошую подготовку, решительность, мужество. Готовы выполнить свой долг в самых трудных, опасных условиях. Быстро прийти на помощь всем, кто оказался в беде. Таковы лучшие традиции вашего ведомства. В Новый год и январские каникулы у спасателей особенно много работы. В основном выезды связаны с неосторожным обращением с огнем и пренебрежением правилами безопасности при запуске салютов. Так что хочется пожелать котловским сотрудникам МЧС, чтобы у них не было поводов для экстренных выездов в новогодние праздники. Сейчас мы прервемся на небольшую рекламу, после которой продолжим. Не переключайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok Откройте двери выгодным покупкам вместе с магазином «Грошек». Каждый день с 9 до 20 часов на Маяковского, 46. 29 и 30 декабря выставка продажа «Унты из Якутии». Женские мужские ручные работы «Унты из камуса с северного оленя». Внимание! Новогодняя акция. При покупке двух пар, третья в подарок. Ждем вас 29 и 30 декабря в торговом центре «Радуга», отдел 18. Продолжаем программу. Идейная и харизматичная «Котлашанка» Джелика Дудникова создала собственный бизнес, который все больше набирает обороты. Личный интерес, навыки полученные у грамотных специалистов, постоянная поддержка от центра регионального развития. Все это главные составляющие успешного продвижения проекта «Зеленый дом». Здесь место, где хочется загадать желания. И желания всегда в «Зеленом доме» сбываются. Проект «Зеленый дом» Котлашанка Анжелика Дудникова начала реализовывать в октябре прошлого года. Его суть – организация всевозможных праздников в уютном деревянном коттедже, где, собственно, и проживает женщина. Направления – различные тематические вечеринки для детей и взрослых, встречи с умельцами в рамках мастер-классов. Недавно появилось и третье развлекательное направление – туризм. То есть вот у нас недавно была поездка «Великий Устюг», поездка «ВЫП» с десятиклассниками мы ездили, потрясающая поездка. Но большинство мероприятий проходят все-таки в стенах «Зеленого дома», полностью построенного из экологических материалов. Как говорит сама Анжелика, дышится здесь легко, а время для гостей останавливается. Сейчас на Новый год для маленьких ребят мы показываем замечательную сказку «Солнечные зайчики». Вот наши главные персонажи – это девочка с большим сердцем, главная героиня, грустный человек. «Солнечных зайчиков» мы запускаем фонариками, ребята участвуют в этой сказке. Знания для развития собственного дела «Хозяйка Зеленого дома» черпает постоянно. Азбука предпринимателя дала базовые навыки. Прошла курс «Сельский предприниматель» в областном центре «Гарант». Постоянную поддержку оказывает Агентство регионального развития. С Агентством регионального развития я сотрудничаю с самого первого момента, как я стала индивидуальным предпринимателем. Они тебе помогают и с продвижением, они тебе помогают и в вопросах бухгалтерии, юриспруденции. То есть любой вопрос, который у тебя возникает, практически можно рассчитывать на помощь агентства. Сейчас Анжелика Дудникова проводит по 3-4 мероприятия в день для всех, кто хочет очутиться в новогодней сказке. Самый главный секрет «Зеленого дома» заключается в фразе, которую сказал Александр Грин в «Валых парусах». Я поняла одну нехитрую, незамысловатую истину. Она заключается в том, чтобы делать так называемые чудеса своими руками. К другим темам. Котловская межрайонная прокуратура организована горячая линия, куда жители города и района могут обратиться, если нарушаются их права в сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергообеспечения. Защита жилищных прав, в том числе и при проведении капитального ремонта многоквартирных домов, является одним из приоритетных направлений деятельности органов прокуратуры. Действия, бездействия, повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, образуют состав административного правонарушения, предусмотренное частью 7 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и влекут наложение административных штрафов как на должностных, так и на юридических лиц. Минимальная сумма штрафа для индивидуальных предпринимателей составляет 30 тысяч рублей, для юридических лиц нижний порог 300 тысяч. В 2022 году Котловской межрайонной прокуратурой нарушения были выявлены у нескольких компаний, отвечающих за капремонт. Все они связаны с несвоевременным выполнением работ. По одним материалам нарушители уже привлечены к ответственности, часть дела еще находится на рассмотрении мировых судей. Должностные лица двух организаций, подрядчиков, привлечены к административной ответственности по части 7 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение сроков выполнения капитального ремонта общего имущества четырех многоквартирных домов. Назначено административное наказание в виде штрафа в размере более 120 тысяч рублей и предупреждение. В отношении двух организаций, подрядчиков, прокуратурой возбуждены дела об административных правонарушениях по фактам несвоевременного выполнения капитального ремонта в отношении общего имущества 15 многоквартирных домов. За защитой своих прав жители Кодласа и района могут обращаться по телефону горячей линии прокуратуры номер 2-13-36 либо по адресу Кодлас, улица Дзержинского, 6-Б. Двинопарк в Кодласе теперь будет находиться под постоянным контролем. За сохранением городского имущества будут следить камеры видеонаблюдения. Скульптуры и оснащение Двинопарка неоднократно подвергались нападениям вандалов. Страдали лавочки, фонари, корабли, макеты звероящеров. Теперь тех, кто навредит Кодласе и Двине, можно будет без труда вычислить и привлечь к ответственности. По периметру установлены 4 камеры и 2 камеры на детской площадке на улице Кирова, функционируют в штатном режиме. Изображение выведено на рабочее место диспетчера и на дежурной диспетчерской службы. Архив записи 14 дней составляет. Камера работает в штатном режиме, изображение качественное, хорошее. Это вся информация на сегодня. Новости нашего города всегда доступны на сайте kodlas24.ru и одноименной группе ВКонтакте. Далее реклама и прогноз погоды. Не переключайтесь. Ищите мебель? Боитесь переплатить? Диван-диванов в Кодласе в торговом центре Багратион. В Коряжме в торговом центре Фаворит. Десятки фабрик, сотни моделей, скидки. Диван-диванов. Просто здесь дешевле. В среду 28 декабря в Кутласе будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Днем температура воздуха минус 12 градусов, ночью минус 13. Ветер южный, юго-восточный 3 метра в секунду. Атмосферное давление выше нормы.